Духовный центр Не уступающий ни одному религиозному строению на Северном Кавказе Именно этот центр станет первым и, наверное, главным впечатлением о Республике Дагестан Но за всю историю республики ни одна большая стройка не проходила без участия всех дагестанцев Именно возведение масштабных строений приводило к сплочению всех народов Дагестана И именно этот духовный центр должен строиться с поддержкой каждого жителя республики Именно об этом говорили богословы, обращаясь к жителям республики Мы хотели бы к вам обратиться Почему? Потому что многие думают, что раз турки строят, что и турецкая сторона взяла на себя финансирование этого большого объекта Конечно, это не так Турки не спонсируют, такого спонсора тоже нет Аль-Хамду-Лля, Всевышний Аллах дал нам возможность Вот кто сколько может Хоть одна копейка, хоть один рубль Разницы нету Аль-Хамду-Лля, Аллах дал нам возможность Чтобы все мы, все дагестанцы Пожертвовали свои средства на это богоугодное дело Естественно, строительство этого центра для Дагестана – это и есть способ объединения и поднятия статуса нашей республики на мировой уровень И вклад каждого может принести огромную пользу Сегодня Дагестан меняется, и общество переживает большие метаморфозы И тут можно сказать, что все новое – это хорошо забытое старое Так как в изменениях прослеживается возврат к историческому Дагестану с его великими традициями и великим народом Также проректор Дагестанского гуманитарного института Дауд Хаджито Малая произнес важные слова, которым стоит прислушаться каждому Дагестану Но вы можете задать резонный вопрос, для чего такая огромная мечеть сегодня Когда сегодня Дагестан испытывает огромные трудности экономические, политические Для чего же ее строят? Почему ни больницы, ни школы, ни дороги? Эти вопросы очень многие задаются Очень многие спрашивают, для чего столько средств тратить на это? Неужели все построено, все у нас хорошо, что у нас осталось мечеть и строить? Дорогие, уважаемые братья и сестры, вы должны понимать И приведу здесь к месту, наверное, привести русскую пословицу Не хлебом единым жив народ, жив человек А все трудные времена нашей истории Будь это маленькая наша родина Дагестана или великая наша страна, Россия Всегда, самые трудные времена, самые смутные времена Народ находил силу только в своих нравственных истоках В своей вере и в своей религии Только там народ черпает свои жизненные силы Для противостояния бедам и смутам Дагестан – это наша общая республика И делать ее лучше – это задача каждого уважающего себя дагестанца Заурадель Гиреев, Ибрагим Абдулаев, Новости 24, Махачкала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова